Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции и города Десногорска. Смотрите сегодня в выпуске. Все работы отличные, как всегда, у комиссии было много вопросов, кому присудить первые места. Торжественное награждение победителей и призеров творческих конкурсов Смоленск АЭС. Сегодня хочу большое спасибо сказать вам, как истинным созидательным созидателям детских душ и сердец. Честование педагогов города, участников проекта «Слава Созидателям». Говори, что ты хочешь. Я выполню любое твое желание. Новогодние мероприятия для детей. На Смоленск АЭС в работе первые трети энергоблоки. Общая мощность составляет 1602 мегаватта. Энергоблок номер два находится в плановом капитальном ремонте. На первом энергоблоке в ремонте находится турбогенератор номер один. Выработка электроэнергии за 9 дней января составила 307 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Десногорска состоялось торжественное награждение победителей и призеров творческих конкурсов Смоленск АЭС, посвященных 35-летию атомной станции, 25-летию концерна «Росэнергоатом» и 10-летию «Росатома». Их участниками стали более 200 десногорцев. В рамках конкурса на лучшую творческую работу юные таланты Атомграда представили 130 творческих работ в четырех номинациях. Литературное творчество, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество и мультимедийные проекты. Все работы отличные, как всегда у комиссии было много вопросов, кому присудить первые места, кому поощрительные призы. Поэтому коллегиально собирались, все работы рассматривали, и решение коллегиально выносили. В номинации «Литературное творчество» в двух возрастных категориях первое место заняли Иван Макаганчук, Александр Нерослова. В номинации «Художественное творчество» победили Михаил Лаптев и Валерия Васина. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» первое место у Юлии Варфоломеевой, Даниила Шелгунова, Максима Маслова. В номинации «Мультимедийные проекты» первое место у Антона Пименова, Станислава Разганова и Максима Дворецкого. Более 20 работ отмечены поощрительными призами. Также благодарственными письмами Смоленск-КС награждены педагоги, помогавшие учащимся в подготовке работ. Когда дети готовятся к подобным конкурсам, они, во-первых, изучают историю нашего города, от момента его образования, строительства до нынешнего времени. Я участвовала в конкурсе 35-летия САЭС. Я нарисовал атомную станцию. Это большое предприятие, которое вырабатывает электроэнергию. И моя мама работает на этой Смоленской атомной станции. Во втором конкурсе Смоленск-КС «Энергия таланта» десногорцы поделились своим литературным творчеством на такие темы, как история строительства Смоленск-КС и Десногорска, работа атомной станции и ее вклад в экологическое благополучие региона, благоустройство города, следование ценностям Росатома. Победителем конкурса стал ветеран атомной энергетики и промышленности Михаил Юрков со стихотворением «Дозиметристы». Второе место у ветерана труда Светланы Гринченко с циклом стихотворений о городе и энергетиках. Третье место у работника химического цеха Смоленск-КС Светланы Викторенковой за стихотворение о гражданине страны Росатом. Стихами я увлекаюсь давно, и поэтому, когда меня попросили участвовать в конкурсе, я с радостью согласился. Тот, который был на конкурсе, это был посвящен событиям на Чернобыльской АЭС, и он назывался «Дозиметристы». В этом году продолжился и информационно-образовательный проект Смоленск-КС «Викторина. Атомный эрудит». Каждый месяц в корпоративной газете публиковались вопросы о развитии атомной энергетики, о работе Смоленск-КС, знаменитых ученых-ядерщиках истории Десногорска. По итогам трех туров конкурса победителями стали Андрей Шибека, Елизавета Волкович, Александр Безгодов. Всем победителям и призерам были вручены дипломы и награды от Смоленск-КС. 27 декабря в Доме детского творчества Десногорска честовали педагогов города, участников проекта «Слава Созидателям». Год назад, буквально сейчас вспомним, когда мы проводили итоги конкурса «Слава Созидателям», пришла такая идея. Давайте-ка в 2017 году, если даже не будет федерального этапа конкурса, то сделаем местный, наш чисто Десногорский конкурс «Слава Созидателям». Все-таки, поскольку идея была действительно замечательная, продолжится федеральный конкурс «Слава Созидателям». Я думаю, в следующем году, уверен даже, он также продолжится. Всероссийский конкурс «Слава Созидателям» два года проходит в городах присутствия госкорпорации «Росатом», в том числе и в Десногорске. За это время учащиеся Десногорских школ записали несколько сотен видеоинтервью с представителями старшего поколения – строителями, монтажниками, наладчиками, атомщиками, водителями, врачами, учителями, библиотекарями, работниками культуры и спортсменами. Первопроходцы с удовольствием рассказывали о временах своей молодости, трудовых буднях и достижениях. «Слава Созидателям» этот проект просто, он более широкий, он направлен не только на тех, которые учились в нашей школе, это на тех людей, которые приехали сюда из разных регионов, и каждый свой внес вклад в развитие города. Это замечательный проект. Этот проект значим, во-первых, для старшего поколения, для нас, в том плане, что мы прикасаемся к истории, мы собираем, скажем так, по крупицам, вот это очень хорошая идея – собрать по крупицам материал от тех, кто стоял у истоков. Вы знаете, у меня уже родилась идея, буквально месяц назад, о том, кто будет следующим героем нашего ролика, потому что людей интересных очень много, и о них должны знать все. А молодое поколение, они просто вот в силу своего заводного характера, в силу вот энергичности своей, они как бы вот помогают нам не оставаться в стороне. В канун новогодних праздников творческими коллективами сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации «Смоленск-КС» были представлены праздничные программы для юных десногорцев. Творческие коллективы культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации «Смоленск-КС» приготовили новогодние подарки для юных десногорцев. Были представлены музыкальная сказка «Путешествие. Волшебная снежинка», с Дедом Морозом, Снегурочкой, артистами детского хора «Жаворонок» и ансамбля народного танца «Веселинка», ансамбля танцев народа мира «Радуга». Больше всего понравилось, когда Дед Мороз хотел разморозить «Снежную королеву». Мне больше всего понравились тролли. Мне понравилось, когда они все вместе с Кащем и Холодной королевой танцевали. Праздник замечательный. Главное, у детей появилась улыбка на лице. Я думаю, они очень ждут этот праздник, Новый год. Все просто замечательно. Спасибо большое администрации Смоленской станции. В общем, всем-всем-всем, кто организовал этот замечательный праздник для детей. Состоялась и премьера блокбастера «Дед Мороз и принц Черной галактики» с участием артистов хореографического ансамбля «Кураж» и взрослых, которые снова впали в детство. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok